Детскую поликлинику в Сарове сдадут не раньше 2022 года. С таким заявлением выступил Денис Москвин во время визита в наш город 5 февраля. Вместе с главой города Алексеем Сафоновым Денис Павлович посетил проблемный объект. Напомним, стройку заморозили этой зимой и пообщался с представителями клинической больницы номер 50. Старую поликлинику демонтировали во время альтернативной здания. Там ни физиокабинетов, ничего пока у нас с вами нет. Стройка остановилась. Площадь будущей поликлиники 8 тысяч квадратных метров. Из федерального бюджета на ее строительство и закупку оборудования заложено более 1 миллиарда рублей. Сдать должны были летом 2021 года. Но все замерло на уровне фундамента. Как заверил Денис Москвин, проблемы занимаются и на региональном, и на федеральном уровне. Абсолютно уверен, что сейчас все те сложности организационные, которые возникли у ФМБА, как у основного заказчика. Объект этот, повторюсь, крайне чувствительный, важнейший. И задача абсолютно всех органов уровней власти, и муниципальный, и региональный, и федеральный, сделать все возможное для того, чтобы он как можно скорее появился качественным. Потому что без этого объекта сложно себе представить улучшение медицины в городе Саров. Также во время визита депутата речь в очередной раз зашла о ФОКе. Напомним, его обещали построить еще при губернаторе Шанцеве. Но сроки каждый раз сдвигали. Сейчас вообще конкретных дат никто не решится назвать. Пандемия внесла коррективы. День к бюджете региона на все не хватает. Потребность и необходимость строительства объектов в Сарове признана главной внутри Нижегородской области. Это должно означать, что первый ФОК, который будет строиться за бюджетный счет, будет и должен быть построен в Сарове. По крайней мере, именно такие пояснения мне дали в Министерство спорта Нижегородской области. Присутствующий на встрече Алексей Сафонов рассказал, что администрация Сарова подготовила обращение к губернатору по поводу строительства ФОКа. Так что, возможно, в скором времени дело сдвинется с мертвой точки. Екатерина Пенова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей Саров-24.